Достоевский. Новый мир. Интрига. Всем привет! В воскресенье очередной обзор на доставку. И сегодня уже известная всем доставка Достоевский. Тот самый легендарный, хороший, добрый, старый Достоевский. Но с новым меню. Как только не объявили, что у них новое какое-то меню там обновленное, вы меня сразу пиу-пиу закидали, что надо снимать обзор. Окей, снимаем обзор на обновленное меню Достоевский. Мы уже сделали заказ, обещали нам где-то час-час полтора привезти. Ждем. И пока мы ждем, классная новость, ребят. Ну, вы уже, наверное, догадались. Чизкейк.ру тут кое-что классное приготовил. Дорогой мой, любимый чизкейк.ру. Я обожаю те моменты, когда вы друг с другом пересекаетесь. Особенно на моем канале. Короче, чизкейк.ру, естественно, перед праздниками опять делает крутые штуки. Что на этот раз? Ну, во-первых, классика. Во-первых, вот когда стабильно, это очень хорошо. Вы, естественно, получите в подарок малиновые, любимые ваши малиновые тарталетки при заказе от 1990 рублей. В прошлом месяце была сумма заказа побольше. Мы договорились чуть-чуть ее снизить, чтобы вам было поудобнее получать подарки. До 8 марта вы будете получать по промокоду Покашеварим вот эти малиновые тарталетки. Ну, естественно, еще и скидку в 40%. А после 8 марта тарталетки закончатся гарантированно, но скидка останется. Так что имейте в виду, промокод Покашеварим, скидка 40% на кучу разных десертов. А у них там просто безграничное количество разной вкуснятины, которую я люблю. И вы тоже, потому что если бы вы не любили, не было бы здесь такой классной рекламы Cheesecake.ru. И еще, с 20 марта Cheesecake.ru разыгрывает iPhone XS. Если вы делаете заказ больше, чем на 2490 рублей, вы автоматически участвуете в этой истории. У вас появляется возможность выиграть новый классный гаджет. Елки зеленые. Итоги будут подводиться автоматически 12 марта. Так что заказывайте Cheesecake.ru. Это действительно вкусно. Это проверено уже просто годами. Ссылочка на них, естественно, в описании. Оператор-робот. Оператор-робот. Так, Достоевский привез за час 20. Я сейчас читаю накладную, которую они присылают. Кстати, чеки как не кладят, так и не кладут. Доставить до 11.55. Они привезли в 11.40. То есть, меньше, чем написано. Так что все норм. Час 20. Это очень круто. Так. Общий наш заказ вышел на 4286 рублей. Так. Вот так это все выглядит. Как всегда, изумительно у Достоевского. У них всегда все хорошо с упаковкой. Их вообще хорошо в плане сайта, упаковки. Эти ребята красавчики. Все брендировано, все красиво, все как надо, короче. Блин, да как так-то? Что тут столько всего? Так, это что? Это мой энергетик. Не пейте энергетики. Так. Так, елки-палки, это же никогда не закончится. Так. И вот, значит, в таком... А мне кажется, у них даже поменялся немножко внешний вид упаковки. Как-то все по-другому. Дим, твое мнение? Вы Достоевский заказывает? Не было. Что-то как-то по-другому стало, короче. Да? Больше фиолетового. Выглядит прикольно в целом. Хотя и раньше выглядело прикольно в целом. Так. Блин, еще куча всего. Ты посмотри, комплектация просто адская. Ладно, я оставлю соевый соус, имбирь и васаби. А остальное, пожалуй, я уберу. Ну, как всегда, кладут в достатке. То есть, там такого, что что-то не хватит. Хотя вот салфеток скромно. Салфеток и один маленький пакетик. Больше я пока не вижу. Так, ну вот этого расходников, конечно... Вау! Так, я хочу... Тут у нас все холодное. Это, видимо, роллы вот так запечатаны. Я хочу добраться до чего-то горячего, чтобы посмотреть температуру. Да нет, все хорошо. Серьезно, все хорошо. Это ролл с беконом. Привет, привет горячий. Смотри, не, ну классно. У них в плане, конечно, маркетинга очень круто все сделано. Так, давай посмотрим. Но этот ролл не должен быть прям горячим. Но, тем не менее, он 42 градуса. Это значит, что он все-таки скорее горячий, нежели теплый. Рядом по соседству с ним лежит ровно такой же ролл. Здесь у нас суп. Упаковка очень необычная. Просто супер написано на упаковке. Смотри, оно лежит еще в таком контейнере, который не дает крышке открыться. То есть, дополнительный. Плюс тут же еще лежат сухарики. Куриный суп с лапшой и плюс сухарики. Это очень необычное сочетание. Я такого еще не видел. Я в дом никогда сухарики в лапшу не добавляю. Ложку не забыли. Это красавчики. Так. У них еще новые пиццы в новинках. Маленькая такая. Это пицца с сырным бортом. 40 градусов. Остывшая. Но попробуем в любом случае. Достоевский. Новое меню. Интрига. Давайте начнем с первого. Ну, это сет. Потому что я вижу его как сет. Они сложили все в одну коробку. Тут у нас и радуга. Тут у нас и что-то с кунжутом. Тут и а-ля Калифорния, по-моему, с сурими, с кровавыми палочками. И тут же бекон. Я прям вот этот запах бекона и соуса барбекю и жареного лука одновременно прям... Ну, не знаю, может про соус я нагнал, но жареный лук точно хорошо чувствуется. Короче, вот это все вместе я посчитал. Мы сейчас, конечно, рассмотрим поподробнее. Должно весить 985 граммов. Так. Ну, так. Ну, тут нормально все. Мы видим, что тут все окей. За косарь, то есть по весу соблюли. Теперь давай будем философствовать, да? Что я вижу, значит, по Достоевскому. Чтобы вы понимали, Достоевский очень уважаемая мной компания. Уважаемая за счет ингредиентов, за счет того, что они круто вот это все делают, вот эти упаковочки. За счет того, что они всегда аккуратно сворачивают свои роллы. И они выглядят обычно изумительно. Но раз через раз. Серьезно. Я Достоевским пользуюсь. Иногда так, иногда сяк, иногда так, иногда сяк. Ну, вот когда так, всегда хорошо. Я Достоевский уважаю. Что я вижу здесь, короче? Здесь я вижу следующее. Что это как будто бы делал уже не Достоевский. Серьезно. Ну, вот посмотри, как на картинке выглядит этот ролл, да, допустим. И как он приезжает по факту. Вот с разваливающимся рисом. Поджималочка Достоевского, она, видать, разучилась уже как бы работать на Достоевский. Ну, там с Уриме, там, в общем, все хорошо в целом. По рису пока сложно осудить. Ладно, посмотрим. Так. Что у нас еще со вторым роллом? Это ролл с креветкой и лососем. Он свернут аккуратнее. К нему претензий вообще нет. Аккуратненько выглядит. Там хорошая креветочка. Все как должно быть. Что касается... Подожди. Меня вообще интересует. Вот эти штуки раскладываются. Мне кажется... О! Это же Достоевский. Они не могли сделать плохо. Это можно разложить в тарелочку, чтобы нам было поудобнее все это рассматривать. Спасибо, Достоевский. Вы красавчики. Ролл Радуга, который стоит 500 рублей. Вот такой вот ролл Радуга. Блин. Ну, я ничего не хочу говорить плохого про Достоевского, но... Блин, как это вообще? Почему они так стали делать? Что происходит вообще? Вот это в середине еще нормально, смотри. Тунечек, да? То есть, короче, нормально. Тут фейловые крайние роллы. Где... Где вот так это все выглядит. Вот так. Но зато, смотри, лосось, да, как бы подужался, подумялся. И выглядит здоровенным. Жалко, что лосось покрыт каким-то соусом, да, это унаги, судя по всему. Вот. Тем не менее, рыбка хорошая. Рыбка хорошая. Вот это как раз та фишка Достоевского, которая мне в нем нравится, что они используют хорошую рыбу. Ну, давай попробуем потихоньку. Ролл барбекю отдельно еще раз смотрим. Я, как всегда, делаю фирменный замес. Соевый соус. И васаби, кстати. Сейчас покажу вам, как вообще классно делать. Вот, судя по запаху, и васаби у них тот же самый хороший. И соевый соус. Тоже хорошенький, мне нравится. Давай начнем с радугу. 499 рублей 285 граммов. Дорогая моя радуга. Так, я хочу вот взять какой-нибудь адекватный кусочек, где что-то хоть напоминает мне Достоевского и его аккуратностью, скажем так. С лососем. Хороший лосось. Хорошо сделанный рис. Все хорошо, короче. То есть, мне вкусно то, что я сейчас съел. Мне это вкусно. Никаких вопросов к Достоевскому нет. В общем, с угарьком. Слушайте, реально, ну, стало как будто бы это вот, блин, я не знаю, сушивок какой-то сделал. Зато неизменно осталось количество и толщина рыбы. Это хорошо. С угарьком вообще, в принципе, беспроигрышный вариант, как я и говорю, всегда. Да, если вот особенно какой-нибудь у наги нормальный, а не вот это вот, как мы видели, помните, закрахмаленная какая-то чушь непонятная вообще. Ну, здесь нормальный у наги, вот тот же самый, в котором лежал сам угорь, запечатанные они, приходят такие. Вот, ну, давай третью часть попробуем с тунцом. Тунец, в принципе, тоже особо не вызывает нареканий. Ну, свежий тунец в Москве, он отсутствует как класс, то есть, тунец всегда замороженный приходит. Другой вопрос какой-то. Тунец, ну, у них хороший нормальный тунец. Вкус сжареного лука мне попал на этот ролл. Вот я не знаю, нафига вот этот складывать рядом, то есть, мне кажется, идейно похожие как продукты, то есть, где свежая рыба там, они могут рядом лежать. И то там у наги иногда попадает на филу. Мне не очень это нравится, но окей, даже это допустимо. Но когда вот вообще, грубо говоря, закусочный ролл там, да, с жареным луком лежит, лежит со всеми остальными, немножко странно. Окей, ладно, в общем, радуга в целом одобряю. Кроме, кроме того, что Достоевский стал плохо сворачивать. Что, что случилось с вами, господа Достоевский, как я вас люблю именно за вот эту аккуратность. Ну вот, ну смотри, блин, прям вот в онлайне, да, как на картинке выглядит. Блин, и вот это все, вот мятое вот это, что это такое, блядь. Это не сильно влияет на вкус, это влияет исключительно на общее восприятие того, что мы едим. Вот это с кунжутом, называется ролл с тунцом и креветкой, 235 граммов, 360 рублей. С тунцом и креветкой. Здесь вот как будто тунец, как будто из другой жизни, посмотри, какой он грустный по цвету. То есть вот здесь вот тунец, он какой-то, ну, хоть тоже не самый яркий, да, из тех, что можно представить. И какой тунец внутри вот этого ролла. Вот что с ним случилось, да? Вот что с этим тунцом? Он как будто вареный, что ли, я не пойму. Или вообще он на курицу похож. Вот этот тунец, вот давай я прям положу один на другой. Вот этот тунец и вот этот тунец. Что это за два разных тунца? Что с ними стало? Блин, ну мне кажется, вот этот тунец, который внутри ролла, он как будто бы второй раз заморожен. Я не буду утверждать, но тем не менее, ладно. Короче, пропустим этот момент. Там сливочный сыр. Сыр, кстати, вкусный кремет. Огурчик, зеленый лук и кревитосик. Давай, бахнем. Зеленый лук, он такой же зеленый, как и в Тануки, в Филадельфию они кладут. Это вкусное ощущение в целом. Ну вот, мне нравится, то есть вкус зеленого лука, он мне нравится. Но он отвлекает внимание от того, что внутри. И когда я смотрю вот на этого тунца, ну вот этого тунца, или я не знаю, можно ли его так называть, законно ли это. Я, в принципе, рад, что там есть лук, потому что он отвлекает внимание от тунца. И, в принципе, тут наличие внутри тунца и креветки не играет никакой роли, потому что ты обращаешь внимание на лук, ты обращаешь внимание на кунжут жареный, у него довольно яркий вкус у кунжута, на сливочный сыр. Естественно, никакого внимания к рыбе, которая немножко внутри лежит. Ну, к рыбе и креветке, я имею в виду. В общем, ролл абсолютно ни о чем. Я бы убрать никогда не стал, он невкусный. Что касается вот этой вот Калифорнии. Ну, назовем Калифорнию, хотя у них называется это ролл со снежным крабом, и почему-то он висит в разделе новинки. Хотя мне кажется, он как бы, ну, типа, известен уже миру под названием Калифорния с сурими, или с крабовыми палками. Ну, икра моевы, ничего плохого в ней не вижу. Сливочный сыр, прекрасный кремет. Крабовые палки, судя по всему, хорошие. Хотя так хрен отличишь, что я говорю, когда это в замесе. Вот, кстати, когда мне что-то в одном обзоре предъявляли, там написано снежный краб, а там лежит целая просто палка, ну, прям целиковая палка-копалка, хочется сказать. Нет, палка крабовая. Я сказал, что, блин, в снежный краб написано лежит палка. Снежный краб это когда крабовая палочка, она вот раздербанена и замешана с мазиком, с японским. Вот это снежный краб становится, называется. Ну, такие названия, все, неважно, это все завуалированные крабовые палочки. Ну, просто снежный краб, над ним надо какую-то работу провести, понимаешь, подербанить, замешать, чтобы это... Это вкусненько становится. А палка, она и палка, тебе не надо трудозатрат никаких. Ты положил палку, она палка и осталась. Вот, я не помню, какой обзор был, но вы мне предъявляли. Я надеюсь, сейчас я вам объяснил, и больше мы к этому возвращаться не будем, короче. Здесь снежный краб, то бишь, трудозатратная крабовая палка. Просто жесть, какой рис, блин. Сейчас, подожди. Да. Разные ощущения, короче, рис один и тот же. Ощущение, когда я ел радугу, было, что рис, ну, типа норм. Здесь ощущение, что рис все-таки передержали маленько, ну, я понимаю, что это... Ну, я теперь уже понимаю, у меня компетенция в этой истории выше стала с недавних пор. То есть, я стал понимать, как это все работает. До этого просто балаболило. Сейчас говорю предметно, да. Варит это все рисоварка. Рисоварка, которая настроена всегда на определенное время. И, в принципе, из партии к партии рис не должен отличаться. Хотя, тем не менее, все равно бывают определенные изменения. Это не касается этой ситуации, то есть, тут рис один и тот же. Я сейчас попробовал их отдельно. Но ощущение просто, когда у тебя и так вот это все довольно... Довольно влажно, как бы пластично внутри. И рис присоединяется к этой пластичности. И кажется, что он немножко переварен. Хотя, не, окей, нормальный рис. Ничего такого не могу сказать плохого. В общем, по вкусу, в принципе, сносная штука. Вот это якобы Калифорния со снежным крабом. Поэтому я не любитель, я бы такое брать не стал. То есть, если бы вот из этих, что я попробовал сейчас, я бы радугу, конечно, взял. Потому что там хотя бы рыба. Ну и вот это вот, что это такое? Это прям вообще новинка. Блин, сверху еще что-то горчица, я не знаю. Давай посмотрим. Ну смотри, вот он, кстати, прикольно выглядит. Огурчик, да, там внутри лосось, авокадо, сливочный сыр, сверху хрустящий лук. И вот какая-то вот эта вот непонятная жижка. Дай-ка я попробую, что это такое вообще за паста. Гуакамоли. Это авокадо, по-моему, тупо, ну, как-то вот с чем-то перемешано. Я фиг знает, как они это делают. Ну, вкусненькая, кстати, вот эта вот капелька сверху. Довольно прикольно. Я не знаю, макать, не макать этот ролл. Давай попробуем макнуть. Там же рыбу все-таки. Подожди, это ролл с беконом. А я чувствую, откуда копченый привкус. Это нифига там не рыба. Вот так вот надо смотреть заранее. Подожди. А, это бекон, смотри, да. Вот здесь вот это видно, что это бекон, елки-палки. 320 рублей. Жареный рис. А, тьфу, бекон, жареный рис. Лук карамельный. Еще раз должен попробовать. Это странно. То есть это вообще ни разу. Я макнул все-таки в соевый соус. Хотя надо в кетчуп, наверное, макать. Я не могу сказать серьезно, понравилось мне или нет. Мне надо посидеть, подумать. Выкинь. Такое ощущение. То есть это не противно вообще. То есть нет такого ощущения, что мне это невкусно. При этом сказать, что мне прям вау, как вкусно. Нет, мне просто как-то очень странно. Но при этом норм. То есть я это съел. И мне в целом нормально. Мне нравится жареный лук. Мне нравится бекон. Мне нравится кремет. Это, черт подери, странное сочетание. Но, скорее всего, пожалуй, да. Вот, то есть мне скорее понравилось, нежели не понравилось. То есть вот если взять экватор, я где-то чуть выше понравилось. Короче. Но очень странное сочетание. И тут нет такого ощущения, что, например, лук на себя какие-то вкусы забирает. Там рыбы, как я говорил, с луком зеленым. Здесь нет таких ощущений, потому что тут забирать нечего. То есть тут как раз лук это и есть основа вкуса. Бекон это основа вкуса. Бекон и лук они друг друга не перебьют. Они оба мощные, короче. У них десятый дан. Вот. В общем, пойдет, пойдет. По первому сету, что могу сказать. Достоевский чуть-чуть не торт. Исключительно в том плане, что стали как-то делать очень неаккуратно все. Ну, то есть как-то небрежно. Где-то вот у них всегда были кружочки там, да. Сейчас какие-то вот непонятные треугольники появляются. Там вообще вот эти попки странные. В общем, неаккуратность, какая-то небрежность появилась. Наверное, связана с потоком заказов. Дай бог, дай бог, чтобы с этим было связано. А не с тем, что просто набрали рука жопов. Скорее всего, нет. В общем, съедобно. Че, лосось хороший. Тунец нормальный. Угарь как везде. Нарезан хорошо. Но сам угарь, в общем-то, как все и пользуют. У всех он плюс-минус одинаковый. Один и тот же. Ладненько. Одобрямс. В целом, одобрямс. По весу хорошо. По вкусу очень даже неплохо. Как и всегда удостояется. Аккуратность, конечно бы, подтянуть. Давай еще посмотрим какой-то вот здесь лук. Пока у меня луковый аромат в моей душе не остыл. Посмотрим, что вот это такое за ролл вообще. О, запеченный ролл с курицей. 230 каких-то рублей. 260 граммов. О, тут 311. Ты посмотри, как славно. Курица, рис, водоросли, нори, творожный сыр, кремет. А, везде пишут теперь кремет. Ага, молодцы, достоевский. Правильно. Когда есть чем хвалиться, надо хвалиться. Так, ну что тут, я что-то не пойму. Что это за ролл? Где курица? Так, внутри сливочный сыр, подтаянный огурец. Сверху курица. Вот эта вот шапочка, видать, острая, немножко майонезная. Или что это? Как на мидиях обычно. Ой, и лук. Да, я не буду макать. Не, вы что, обалдели, что ли? Тут и так вон шапка майонезная. Куда еще макать? Давайте. Зачем достоевский меня вгоняет, вгоняет в панику какую-то легкую. Потому что мне второй раз что-либо сложно сформулировать. Это дешевый по себестоимости ролл. Ну, то есть, что там, куриная грудка накидана, лучок. Майонезная вот эта намазка. Она, кстати, у них... Ну, если она же используется в мидиях, то мне кажется, она стала как бы чуть менее вкусной. Либо здесь что-то другое. Я не знаю. Соус унаги, лук и вот это все вместе. О май гад. Короче, та штука с беконом круче. Вот, я бы так сказал. Вот ролл с беконом, он вкуснее. Вот это... От экватора вниз, короче. Я бы такой заказывать себе еще не стал. Опять-таки, несмотря на свою любовь к жареному луку фри. Да. Хотя обычно, вот по моей практике, лук фри всегда разруливает все вопросы. Вот если невкусно, посыпать лучком становится вкусно, короче. Но в данном случае, пожалуй... Нет, мне не понравилось это сочетание вообще. Так, ну что, давай пиццу попробуем. У нас есть еще пиццуля, которая стоит... Она небольшая, но стоит, в принципе, умеренных денег. 560 рублей. 710 граммов. Я не знаю, как взвесить. Давайте вы мне... Просто поверите, я сейчас с коробкой взвешу. 844. Ну, очевидно, что тут... А, не факт. Ну, коробка, наверное, соточку весит как раз. Тогда все окей. Так, эта пицца называется 4 сезона с сырным бортом, я заказал. Ветчина, пепперони, помидоры, перец болгарский, маслины, шампиньоны, цукини, моцарелла. Оп, все здесь, короче. То есть, это пицца, разделенная на 4 части. Пеппероньки, ремицкие явно. Помидорная пицца. Пицца с цукини. Вот они, цукини и маслинами. И здесь пицца грибная. Значит, прикольно. То, что вот эта часть посыпана орегано. Я бы и сюда еще насыпал. Вообще, лишним не было бы. Вот. В целом, выглядит она съедобно, симпатично. И тесто, мне кажется, у них стало получше. Слушай, вот в плане пицц прям хочу похвалить. Потому что раньше у них оно какое-то было грустное. А сейчас они научились посыпать, короче, блинчик теста с эмолой. Ну, как бы раскатывать его в сэмоле, видимо. Это манка, если что. И оно стало гораздо симпатичнее. О, сырный борт, смотри. Сыр есть. Круто. Давай попробуем. Это действительно неплохо. У меня всегда Достоевский, вот в плане роллов, всегда был как бы, ну, типа топчик такой в моем рейтинге. А по пицце и прочему он как-то так... Я никогда... Мне шавуху один раз привезли. Какая-то вот эта шавуха была синяя, блин, рекламная. Димка, что это было? Вот какой-то батл... Что-то с танками, короче. Что-то связанное с танками. И вот у них была синяя шавуха. Они мне ее привезли тогда. Я, по-моему, даже в сторис аж выложил. Такая, да, прям, ну, то есть не то чтобы, типа, ну, норм. Нет, прям вообще невкусная. Вот, поэтому у меня Достоевский это исключительно с роллами ассоциируется. Ладно. Ну, не знаю, мне здесь нравится почему-то тесто. Вообще, Достоевский, они часто довольно пишут там... У нас на сайте, на нашем скромном сайте pokusharim.ru Достоевский там отвечает всем, ну, на отзывы, да. Ну, то есть они молодцы, работу проводят в сети. Мне тоже тогда, если возможно, раз вы со всеми работаете, господа из Достоевского, ну, в комментариях какие-то комментарии дайте по поводу теста. То есть что-то поменялось или нет. Ну, ощущение, что тесто действительно стало поприкольней. Мне нравится оно и как выглядит, и какое вот оно эластичное. И вообще вот, ну, в целом приятное стало тесто. Так, ну, давай, что... Ну, тут плюс-минус все одно и то же. Пепперонька тоже нормальная. Я бы не сказал, что меня смущает в этой пицце что-то. Ну, то есть в целом ощущение какой-то влажности, там, достаточности начинки, оно как бы присутствует. То есть мне нравится. Давай вот это вот с цукини какую-то навороченную попробуем. Тут еще белый сыр кусочком. Что это? В общем, ладно, надкусали. Я не знаю, какие четыре сезона Достоевский пытался здесь объяснить. Ну, мы же знаем, есть лето, зима, весна и осень. Тут не очень понятно, что к чему относятся. Четыре сезона. Я бы назвал просто четыре вкуса, ну, потому что вкусы отличаются немножечко. Что-то где-то есть, чего-то где-то нет. В целом пицца нормальная, ее съесть можно. Я прям критиковать ее не хочу, серьезно. Она вкусная. То есть начинки нормально, тесто съедобное, вот эти сырные бортики, мне кажется, вообще норм. Бортики всегда хорошо доедать. В идеале к пицце, конечно, классик какой-то соус. Ну, я не знаю, я насчет вот этого Папа Джонсового соуса чесночный. Чесночное масло мне очень нравится. Вот его бы добавлять, прям вот я бы доедал все корки. А так, в принципе, и так доешь, потому что там сырочек. То есть, ну, вкусно. Продолжение банкета своего рода. Ладно. Пойдет. Честно говоря, думал, что пицца у Достоевского будет хуже. Так, у нас еще какие-то два ролла. Все, куриные мы закончили. У нас еще целый сет потом. Еще целая коробка. Давай посмотрим вот эти два ролла, их отложим уже, да, что это такое. Вот это называется темпурный ролл с креветкой. Ну, естественно, надеяться на то, что он будет выглядеть, как на сайте, не приходится. Уже те времена прошли, когда Достоевский старался делать аккуратно. Сейчас, видимо, уже на это времени нет. Так, в общем, темпурный ролл с креветкой. Я вижу темпуру, я вижу что-то там авокадо, судя по всему. Так, а где креветка-то, я не пойму. А, ну вот, найдена креветка, но, подожди, а в других-то кусочках? Нет, вот она. Да не, есть креветка, она просто вместе с этой, с икрой Масага, она вся, вся из себя прячется. Адски жареная попка. 200 грамм. Вот здесь, конечно, сильный недовес. У меня такое ощущение, что здесь недовес связан вот с этими промежутками пространства внутри практически каждого кусочка ролла. Вот везде есть какие-то пустоты. Как раз и набралось бы, наверное, то, что мы потеряли. 40 граммов, между прочим. Ой, не знаю. Не знаю. Когда говорят новое меню, ну, у меня ассоциации с чем-то хорошим, короче. Ну, то есть, что-то должно быть хорошее, что-то должно произойти, чтобы нам стало лучше. Пока складывается общее впечатление, что новое меню, оно, в принципе, нахрен не надо. Ну, потому что из того, что мы попробовали, ни одного восторга нет. Есть фриковые темы наподобие, там, барбекю с луком, да, куриный ролл. Есть вот эта штука. Ну, в общем-то, этих темпур, их, ну, 100-500 разных можно сделать, там, помешать вот это все. По мне, вот, если уж темпуры, хотя я их, в принципе, не очень люблю, то должна быть классика. Ну, то есть, вот, сырочек, какая-нибудь, вот, белочек, да, там, в виде рыбы, либо креветки, там, угарек, может быть, ну, что-то такое. И этого достаточно, блин. Этот ролл обычный. Я вот только хотел сказать, что я чувствую горечь, и я не поверил, что горечь может идти от авокадо. И это вообще ненормально, на самом деле. Авокадо мягкий. Да. Слушай, это он горький. И горький. То есть, когда в роли вот этого горького привкуса, его практически не чувствуется. Я его ловил, как бы, вдалеке. Я думаю, что-то, блин, что-то, может, приглючил. Попробовал отдельно авокадо, реально горький авокадо. Я не знаю, о чем это говорит, я вообще ни разу сельским хозяйством не занимаюсь, но мне кажется, так не должно быть. Авокадо, он должен быть нейтрально-жирно-нейтральный, короче, по вкусу. А этот прям горький. То бишь, он либо перележал, либо еще что-то. Я этот вопрос изучу, пока не могу сказать, почему так получается. Я горький авокадо, по-моему, ни разу мне не попадался. Короче, учитывая этот факт, учитывая факт, что это темпура, учитывая факт, что это вообще, в принципе, неинтересно, и этот ролл уходит в утиль. Мне такое не нравится, я такое есть не хочу. Плюс, ладно, добью уже, он еще и резиновый, короче, сжевать его сложно. Все, уходит этот ролл из моей жизни. Ладно, что-то здесь вот с шапочками. Все, что с шапочками, оно, как всегда, нажористое и должно весить 290 граммов. Это запеченный ролл с острым лососем. Ну, сверху спайси мы видим. 320, а должен 290. Минус коробочка, все соблюдено. Запеченный ролл с пометкой Нью. Ёп, японский ты городовой, как достать-то? Ну вот, все. То есть, что-то, что-то, что-то Достоевский расширился, а научить людей, как роллы собирать, забыл, видать. Так, ну что, я не знаю, как вам показать его. Вот это шапочка спайси запеченная. Там внутри, это что ли омлет? Просто написано омлет. А, да, смотри. Это прямо омлет. И сверху шапочка спайси. Давай попробуем. Где лосось? Там написано лосось, он что ли в шапочку вмешан? Не очень понятно. Ну да. Лосось вмешан в шапку. Если префразировать, можно сказать, что лосось тут крайне мало. Однако он запекся вместе с шапкой, и у лосося появился более ярко выраженный вкус. Так-то сам по себе лосось, когда свеженький, он... У него хороший вкус, но он как бы такой, чуть-чуть его надо половить. Когда лосось поджаренный, у него появляется вот эта вот белковая такая яркая фигня по вкусу. В хорошем смысле слова, фигня. Потому что, в принципе, нормально. То есть, тут чувствуется лосось, несмотря на то, что его, ну, как бы не очень много в общем соотношении. 360 рублей, 290 граммов запеченный ролл спайси. Ну, честно говоря, тоже на хит не тянет вообще ни разу. И я думаю, что не потянет. Просто на отвали такой роллчик. Мы что-то сделали, а уже там брать или не брать, решать вам. Ну, если уж решать нам, то, пожалуй, не брать. Ох уж мои вот эти вот 5 салфеток. Так, на 4 тысячи рублей 5 салфеток Достоевский. Вы что? Вы что стали жлобиться? Так, ладненько. Давай перейдем. Вот здесь еще какая-то новинка. Все это вместе 560 граммов должно весить. Да, есть ощущение, что вот с весом у них тут все должно быть хорошо. 560 граммов, 626 минус коробка и туго, все хорошо. Так, что мы видим здесь? Тут у нас необычный, нестандартный, довольно яркий ролл, который называется ролл с салатом чука. И тут еще вот поналипло... Вот, блин, про аккуратность, да? То есть тут или что это? Что за рис? Рис с Калифорнией или там действительно внутри такая начинка? Короче, тут сет спайси, сет спайси это всего 3 штучки. Тут маки с авокадо и маки с тунцом. Блин, денег, кстати, они за маки берут очень даже капитально. Я же вот так вот заказал, а потом... Оп, сколько? Сколько маки с тунцом стоит у них? 220 рублей стоит маки, ну обычный ролл, то есть рис, тунец. Здесь, кстати, тунец, мне кажется, третьего вида. Там было два. Один неплохой, второй страшный. А это какой-то средний, короче, тунец. Ну, наверное, он же. Вот, на картинке выглядит он гораздо интересней. Вот. Авокадо. Боюсь, что тот же самый горький, и это будет грустно. И вот это вот, ладно, окей, давай хедлайнер этого сета. Да, для меня, конечно, это спайси, я люблю спайси, всякие сушки. Вот. Но выглядит тут хедлайнером, конечно, ролл с лососем и чукой. Творожный сыр, огурец, икра массага. А вот там вот икра массага, так что все норм. О. Смотри, огурец, лосось внутри, икра массага. А вот насчет, кстати, творожного сыра кремет, тут его вроде бы как и нет совсем. Тут вот я вижу крабовые палочки. Так, окей, подожди. Тут есть крабовые палочки. Тут нет ни в коем случае никакого творожного сыра. Хотя в описании есть. Это странно. Ну, давай попробуем. Вау. Ау, вау, вау, вау. Все, я все нафиг разлил. Так. Чука. Переборщил я соевым соусом, уронив туда ролл. Выглядит ярко. Салат чука, это вкусно. Я салат чука люблю. Безусловно, я его люблю с ореховым соусом, который обычно подается к этому салату. Это вообще классно. Для меня прям топчик. Здесь же просто водоросли. Водоросли. Чука. И как бы все. А внутри все как всегда. То есть вот крабовые палки, огурец, лососек, нори и рис. Вот все, что в этом ролле есть. Короче, чука не выручает. Чука никакой особой роли не играет, кроме консистенции. Вот это похрустывание медузное такое, знаете. Не знаю. Вообще скучный ролл. То есть выглядит он весело, а по факту ничего особенного. Маки с тунцом. Ну давай, блин, да чё, ну маки с тунцом. Чё я буду пробовать маки с тунцом? Блин. Это просто маленький ролл. Я вообще не знаю, зачем я его заказал. А вот с авокадо я всё-таки хочу разобраться. Вот чё с авокадо не так у них, а? О, вот это нормальный авокадо. Мягенький такой, хороший. Без подробностей, не снимай близко. Короче, я не смог нори прожевать. Нори крайне не жующееся просто. Оно ещё, ну видать, влажное, промоченное. Его жевать невозможно. Очень резиновое нори. Это плохо. Авокадо клёвый. Авокадо прям вкусный. Рис вкусный. Нори портит просто всё. Отличный маки с авокадо. Мне очень понравился. Но нори всё испортила. Чёрт. Давай попробуем. Всё-таки. С тунцом я попробую, чё ешь. Я ж заказал. Та ж самая история. Просто резинка. Прошло 30 лет, короче. А я всё жую эти маки. Такое с нори происходит, когда оно пропитывается влагой. Ну, либо само нори, сам вот этот лист нори не очень хороший. Короче, с тунцом съедобно. Но вот с авокадо вкуснее. Авокадо у них классный. Ну, конкретно в этих роллах. То есть, там всё-таки был что-то, видимо, какой-то горький. Вот, ладно. Гунканы меня пугают теперь ещё больше, потому что в гунканах тот же самый нори. Я, видимо, справлюсь точно через несколько сотен лет. Так, они не замешивают. То есть, они всегда так делали, по-моему. Никогда не было замеса у них. Это вот с тунцом. То есть, кладут мелкорубленный тунец. И сверху заливают спайси соусом. Вот так вот они готовят гунканы. Давай попробуем. Блин, тот же самый нори, чёрт. Ну, тут начинки в целом больше. То есть, есть с чем его разжевать хотя бы. Острый сет стоит 259 рублей. Ну, короче, неплохо. Чё, неплохо? Давай посмотрим, я прям пожертвую вот этот с лососем. Я потому что с лососем гункан не очень люблю. Посмотрим количество начинки. Смотри, ну, отлично. Не, отлично, действительно. То есть, там риса примерно две трети. Одна треть от нори пустота, которая заполняется начинкой. Она ещё сверху чуть-чуть лежит. Давай с лососём бахнем. Лосось у них хороший здесь. Тоже годно, тоже вкусно. Мне нравится. И последний. О, это с креветкой. Это всегда вкусно. В общем, спайси у Достоевского хорошие. Я не знаю, почему это относится к новинке. Ну, потому что сет. Раньше сет такого не было. Это не сет, а сетик. То, что в него входит, это вкусно. Спайси у них сдержанный. Спайси у них такой, который мне нравится. Никаких вопросов. Вот 259 рублей, три штучки, почему бы нет, можно брать. Пойдёт. Ладно. В общем, всё. А вот эта вот фигня с чукой и странные, странные нежущиеся нори в маке, они меня расстроили. В общем, мы попробовали сейчас роллы. У нас ещё суп. Слушайте, ну, куриный суп. Сейчас тоже покажу, если интересно. Давайте подведём итоги вообще в целом по новинкам. Суп это тоже новинка, но это просто суп. Там ничего особенного, скорее всего, не произойдёт. Что касается новинок и вообще вот этой вот всей движухи по поводу того, что вы мне пишите. О, новое меню в Достоевском, давай там обзор. Точно так же меня закидывали, там, Доду выпустила 4 сыра, давай обзор. Алло, пицца ввела роллы в своё меню, давай обзор. Короче, ребята. В общем, всё, вот я на это вестись перестаю, на самом деле. Ну, потому что новинки, такое громкое слово новинки, там, новое меню, это просто громкие слова. По факту, это те же яйца, только в профиль. То есть, чтобы вы понимали, в любой вот суши доставки или суши, там, какой-то take-away формат, неважно. Короче, исходных ингредиентов не так много, по большому счёту. Да, то есть, там, рыба, тунец, лосось, угорь, допустим, ещё рыбные, там, типа, продукты, креветка, иногда краб, мидии, ну, и крабовые палочки, типа, всё, всё, да. Да, вот, вот у тебя шесть, там, шесть составляющих. Несколько соусов. Это, там, какой-нибудь чесночненький, это спайси, это какой-нибудь, там, грибной и, естественно, унаги. Это несколько видов икры, либо тобика, либо массаги, то есть, летучие рыбы, короче, да, крашеные, там, розовое, зелёное, ещё что-то. Вот исходные, исходные составляющие. Понимаешь? И как ты, вот, будешь их менять, ну, вот, вот так вот, вот делать, там, блин, давайте сделаем Филадельфию, а в Филадельфии сверху будет лосось, а внутри будет тунец, там, или давайте, там, хрустящего лука провезли им в ведро, видать, они такие, о, новое меню, там, хрустящего лука везде закидаем. Понимаешь? То есть, это всё, ну, в принципе, хождение вокруг одного и того же озера. Это не хорошо, не плохо, это просто, ну, вот, вынужденная история. То есть, понятно, что Достоевскому, там, учитывая, что они, наверное, передовики вообще доставок у нас, да, им надо что-то обновлять, что-то, ну, какие-то инфоповоды делать. Опять-таки, для переобзоров, например, чтобы по кашеварям, так, о, о, что-то там поменялось, давай сделаем, там, Олег что-нибудь выпустит, ещё кто-то там в Инстаграм наснимает, понимаешь? Ну, движняк какой-то. Ну, вот. Им это надо делать, и я с этим не спорю. Ну, просто до вас хочу донести простую мысль, что, по большому счёту, что бы ни менялось вот в этой истории японской типа кухни, по большому счёту всё остаётся одно и то же. Просто по-другому скомпоновано, короче. Поэтому я за то, чтобы вот основное меню Достоевского, оно не портилось. Вот это самое главное, чтобы там, чтобы Филадельфия была вкусная, как и раньше, чтобы Канада возилась так же аккуратно сделана, как и раньше. Вот это основа. Пока я не вижу особых предпосылок к тому, чтобы говорить, там, Достоевский скатился. Уже такие мне сообщения тоже от людей приходят, там, вот, Достоевский мы заказали, скатился. Нет, Достоевский не скатился, Достоевский просто стал, как бы ушёл в массы и стал меньше контролировать то, что происходит. Очевидно, поваров стали больше нанимать. Одни хорошо готовят, вторые вот делают вот то, что мы сегодня видели, например. Это, очевидно, такая тема, которая, ну, она уйдёт из-под контроля, если не будут контролировать. Если Достоевский начнёт это контролировать, например, сейчас обзор посмотрят, кивнут, скажут, да, зараза, этот покошарим, опять что-то сказал, правда. Короче, но надо всё-таки за поварами там, типа, последить, да. Начну следить, всё будет хорошо. Научат их подкручивать, подтягивать ролл, чтобы не разваливались. Сделать аккуратные там начинки, чтобы это выглядело хотя бы похоже на то, что на сайте. Вот. Вот и вся история. То есть, Достоевский не скатился, но из того, что я сейчас увидел, всё-таки стали более небрежные. Хотя качество исходных ингредиентов в целом, оно всё равно, всё равно хорошее в Достоевске. Пицца порадовала. Вот из новинок реально, что мне понравилось, да, из фишек. Там, этот лук, это всё понятно. Это там просто так сделай, сяк сделай. Оно туда засыпь, внутрь добавь. Короче, всё равно то же самое будет. Вот эта штучка, капелька, капелька, забыл, гуакамолия на роллах каких-то. Вот эти капельки, вот они прикольные, короче. Вот они вкусные. Я не знаю, мне кажется, вот эту тему было бы клёво развить с авокадным соусом. Потому что он прикольный, мне он понравился. Ух, ё-моё. Ну, короче, вот такие приблизительные пока предварительные итоги. Мы, конечно, я Достоевского сейчас в рейтинге, мы выставим оценки. Я Достоевского не буду менять им оценку общую. То есть мы назовём просто это отдельно Достоевский новое меню. Типа там, чё сегодня у нас? Февраль, февраль 2019. И выставим просто дополнительные оценки. Потому что всё равно я верю в то, что Достоевский это одна из лучших доставок, которые сейчас есть в Москве, короче. Я в это верю, несмотря даже на то, что сегодня вот были какие-то косяки там. Ой, слушай, как бульончик-то пахнет, а. 330 граммов. Вот, мне кажется, сейчас будет хорошее завершение. У меня почему-то я не сфоткал, правда, себя. Короче, сейчас вы на экране видите, сколько весит должен этот суп. Весит 330. Ложка, вот она. Курочка есть, смотри, лапшичка. Такой удончик там славный лежит. И пахнет, пахнет, и это всё вкусно. Ещё и укропчик. Вот это хорошо. Офигенный суп. Вот, серьёзно. Душевный домашний супец. Очень наваристый. Я крайне надеюсь, что там нет никакого кубика. Я по вкусу не могу отличить. Но бульон очень и очень наваристый. Прям вкусный. Вот, короче. Вот это тоже из новинок. Вот это нормально. Вот это годнота. Если раньше супов не было, то могу сказать, что супы делают классно. Достоевский. Вот я считаю, это хорошее завершение. Хорошее завершение. То есть, вот эти танцы с бубнами вокруг роллов, они такие себе. А супец годный. Ладно. Друзья. Всё-таки я рад, что Достоевский не скатился. Я рад этому факту. Слава богу, хоть у нас в Москве есть хорошие места, где можно покушать. Но, Достоевский. Поняли, короче. Чё-то надо немножко там где-то последить за чем-то. Чтобы было везде гуд. Всё. Выставляем оценки. И подводим окончательные итоги. Давайте выставлять оценки прямо в онлайн. И мне что-то понравилось в прошлый раз, когда мы с вами параллельно ещё и обсуждаем. Цена. Слушайте. Ну, реально меня расстроила стоимость... Меня расстроила стоимость ролла с тунцом. Блин. 220 рублей обычной маки с тунцом нормальным. Но, блин, 220 рублей за маки. Ладно, давайте поставим 3. Пожалуй, это будет нормально. Честно, я так на эмоциях думал 2 поставить. Нет, 3 балла поставим. Вот. В остальном, ну чё, ну, ролл радуга за 280-граммовый ролл 500 рублей. Ну, тоже так себе. Ну, там хотя бы много разной рыбы. Вкус-качество. Ну, пожалуй, Достоевский. Не буду я сейчас никаких гадостей писать, ставить низкие баллы. 4 балла под новое меню. Ну, пожалуй, пожалуй, сойдёт. Так, что касается соответствия. Соответствия, в принципе, там кроме одного небольшого недовесика, никаких нюансов других выявлено не было. 4. Сервис. Ну, тут это Достоевский. Это просто вышка, то есть сайт. Всё это настолько шикарно, блин. Коробочки. Всё как привезли. Всё просто красавчики. Скорость тоже 5. Я считаю, час 20 доставки. С учётом того, что там и пицца, и роллы. Это очень круто. Температура. Поставим 4, потому что всё-таки пицца была довольно остывшей уже. Остальные, вот роллы, которые должны были быть тёплыми, они горячие оказались. Ну, в общем, всё в целом неплохо. И лайк, да безусловно. Да какие могут быть сомнения. Ну, это Достоевский. То есть пока, ещё раз говорю, есть предпосылки того, что у них стало много, много заказов. И в этой связи небольшие изменения в аккуратности. Вот, в брежности, короче. Тут Брежнев ни при чём сейчас. Ладно, не ладно. Короче, в целом это всё равно тот же самый добрый Достоевский. Старый добрый, которого я помню. И это хорошо. Короче, от меня респект. И всё равно Достоевский остаётся одной из лучших компаний по доставке еды домой. Во-первых, разнообразие. Во-вторых, исходные хорошие ингредиенты. В-третьих, вот этот весь маркетинг. Я на него, конечно, второстепенно смотрю. Но, тем не менее, это, конечно, приятно, когда суп вот так вот. Это приятно. Ладно, 83 балла набирает этот обзорчик. Опять-таки, повторюсь, я не помню, сколько баллов сейчас у Достоевского. Но они в любом случае где-то вверху в первой десятке. 83 балла это тоже хороший показатель. В первой двадцатке они наверняка окажутся. Но это новое меню. В общем, за счёт увеличения стоимости и за счёт в целом, наверное, не таких восторгов относительно вкуса. Хотя я 4 балла поставил. По большому счёту, конечно, у меня ощущение на поменьше вот от этого заказа. Блин, да, наверное, поменьше. Слушай, да, я вот извиняюсь, я поставлю всё-таки 3,5. Вот сейчас у меня гармония. 80 баллов ненамного. Я им снизил, слава богу. 80 баллов всё равно хорошая оценка. В общем, это подтверждает тот факт, что Достоевский всё равно красавчики. Я их уважаю и прочее. В общем, вот, ребят, 80 баллов. Рейтинг на сайте. Все оценки и старые обзоры Достоевского всё там. Короче, можете посмотреть, чем Достоевский был красавчик до, чем Достоевский остаётся красавчик после. В общем, про все остальные доставки тоже. Всё. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте про cheesecake.ru. Ссылки в описании. Под праздники прям, как всегда, классные акции. А у них всегда классные акции, даже не под праздники. Благодаря тому, что мы дружим, как бы, вот так вот. Поэтому у вас всегда там тарталетки в подарок, скидочки. В общем, всё как надо. Cheesecake.ru, ссылки в описании. Ну, а мы пошли готовиться к новому обзору. Давайте, всего доброго, всего вам вкусного. Пока. Достоевский. Достоевский. Малансычи. Ну, блин. Ну, не, Коль. Диман, вот ты попробовал, кстати, да? Тебе чё? Да, нормально по вкусу. По-моему, норм, да? Как бы, ну, то есть, ну, нет такого прям, что... Ляяя. Ну, кроме... Да нет, в принципе, везде нормально. Всё съедобно.